Законопроект по борьбе с лудоманией готовят в правительстве. Он предусматривает полный запрет наружной рекламы горного бизнеса и интеграцию данных об игроках и их ставках с государственными органами. По статистике, каждый пятый суицид в стране совершает лудоманы. Зависимость от ставок – причина каждого седьмого развода. А оборот букмекерских контор – около триллиона тенге в год. Депутаты Можилиса в очередной раз призывают правительство принять меры по исправлению ситуации. Есть мировой опыт, когда в азартные игры разрешают играть только иностранным туристам. Но местному населению в развитых странах играть не разрешают. У нас этот опыт не прижился. В итоге страдает население. Были встречи с семьями пострадавших от и жертвы суицидников, пострадавших от именно лудомании. И в результате этого вышел фильм под названием «Одержимость». Я всем рекомендую этот фильм посмотреть, из которого, в принципе, видно, насколько эта болезнь проникла уже в наше общество. За последние четыре года рынок азартных игр в стране вырос в 40 раз. Только за первый квартал 2023 года казахстанцы подарили букмекерским конторам свыше 100 миллиардов тенге. Реклама букмекерских контор быстро и бесповоротно просочилась по всей стране. Средний долг одного игромана в Казахстане – около 10 миллионов тенге. Нередко люди проигрывают на ставках последние деньги. На данный момент по инициативе Министерства культуры и спорта разработан законопроект. Он должен ужесточить ответственность представителей бизнеса за допуск к играм лиц младше 21 года. Делать ставки или заходить в казино запретят гражданам с просрочками по кредитам. Главная новелла законопроекта – запрет какой-либо наружной рекламы. Наружная реклама вы же видите на счетах, везде. И вот мы международную практику рассмотрели. Международные практики рекламы таких букмекерских контор идут непосредственно в спортивных сооружениях, где идут спортивные мероприятия, в экипировках, в спортивных телеканалах и плюс в тех самоофисах, где они сами находятся. И поэтому мы, исходя из международного опыта, тоже предлагаем сейчас, хотим сказать, предлагаем. И это и предложение, такое предложение поступило от депутатов тоже. И мы это внесем на рассмотрение, значит, сам парламент. Сейчас, хочу сказать коллеге, идет, значит, АРВ, то есть обсуждение сейчас ведет с бизнесом и обсуждение с соответствующими госорганами, рассматривающие там, значит, вопросы, связанные с развитием предпринимательства. Как перейдем к консенсусу, мы уже скажем, вот по этим вопросам мы получили, как бы пришли к консенсусу. Как отмечают в Министерстве культуры и спорта, только в прошлом году букмекеры и владельцы казино выплатили в госказну больше 110 миллиардов тенге в виде налогов. Если верить данным депутатов, то в этом бизнесе крутятся космические деньги. 3,5 миллиарда тенге – это только дневной оборот. Бауржан Шейхмет Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Нет должного контроля и порядка. Депутаты подвергли критике соблюдения законности при застройке столицы и городов. Нарушение генплана и манипуляции акиматов приводят к беспорядку и вызывают возмущение населения. О недоросовестных застройщиках и чем так недовольные депутаты расскажет наш корреспондент. По словам депутата Лукина, земли и разрешение на строительство выдаются без учета мнения граждан, а также возможности инженерной, транспортной и социальной систем. Манипуляции акиматов и строительных компаний приводят к бессистемной застройке городов, деградации городской среды, зеленых зон и ухудшению качества жизненаселения. Указанные действия местных исполнительных органов порождают консолидацию протестного настроения групп граждан. Одним из основных нарушений местными исполнительными органами является несоблюдение земельного законодательства при выдаче участков, а также генеральных планов и проектов детальной планировки. И еще развитие застройка территории населенных пунктов должна быть на основании утвержденных генпланов, продолжил депутат. Однако во многих городах зафиксированы тысячи фактов незаконного изменения целевого назначения земельных участков и корректировок. И в этих регионах необоснованно исключаются объекты социального назначения, и при этом вопрос дефицита ученических мест и больничных коек постоянно обсуждается в обществе. К сведению, в Алматы дефицит мест в школах превышает 26 тысяч, в дошкольных организациях – 42 тысячи, в Астане – 25 тысяч ученических мест дошкольных объектов – 46 тысяч. Из категории зоны озеленения парки и скверы неправомерно исключены 145 участков. Некоторые из них уже застроены торговыми центрами и многоэтажными домами. И эта практика продолжается. В пример привели 18-этажный дом в столице, который возводится вместо школы на 900 мест. Уже вынесено 1425 постановлений о корректировках проектов детальной планировки. В Актубе дети из одного района вынуждены учиться в другом, тратя время и деньги родителей на поездки. А в Атроу получен участок под застройку жилого комплекса вместо бульвара. В Кокшетау местные исполнительные органы предоставляли земли без торгов. Пока в Астане, Петропавловске, Талдыкургане и Кокшетау установлено 550 таких фактов. Может быть и больше. На сегодня генпланы городов устарели и не отвечают реалям нынешнего времени, не учитывая демографию, теплооснажение населения и другие. Основными причинами совершаемых правонарушений являются системные недостатки организационно-правовых основ планирования и реализации градостроительной сферы. На основании изложенного для разрешения вышелказных вопросов предлагается рассмотреть возможность по выявленным недостаткам разработать дорожную карту по устранению нарушений и недопущению налогичных случаев в будущем. Министерству промышленности депутаты предложили проанализировать ситуацию и навести порядок, провести комплексную экспертизу объектов и исключить практику незаконной корректировки ПДП. Ограничения на вождение авто предлагают ввести для незастрахованных в ОСМС казахстанцев. В настоящее время финансовая система ОСМС не способна справиться с растущими затратами. Об этом заявила министр здравоохранения республики Ажар-Гениат на правительственном часе в Можилисе. По мнению депутатов, люди постоянно говорят, что в поликлиниках длинные очереди, а чтобы записаться к спецврачу, приходится ждать несколько недель или даже месяцев. В некоторых случаях, не дождавшись записи к врачу, граждане вынуждены прибегнуть к платным услугам. Как следствие, граждане задаются вопросом, за что мы платим страховые взносы. И это еще не все. Насколько сейчас все знают, чтобы пасть к кусьскому специалисту или, допустим, оформить инвалидность или получить направление на санаторно-курортное лечение, нужно месяцами проходить эти все дела. Это становится настоящим жизненным испытанием. Возможно, с подключением частных клиник к этой системе появится здоровая такая конкуренция, когда это будет все ликвидировано или исчезнет. И второй момент. До сих пор существует практика, что врачей своих пациентов отправляют в какие-то определенные аптеки или, возможно, какие-то медицинские центры. Я не говорю о том, что это противоречит закону, еще что-то. Это существенная проблема, с ней нужно разбираться. Ну, возможно, денег не хватает, еще чего-то. Но в первую очередь это, скорее всего, бьет по имиджу медицинской сферы в целом, по имиджу врачей. Но доверия этого не добавляет. Когда врачи, говорите, отправляют в частные аптеки, тогда такие вопросы поднимаются, приходят, знаю. Не от хорошей жизни врачи, наверное, где-то зарабатывали до этого, поэтому за последние годы существенно повышается заработная плата. И каждому руководителю медорганизации мы всегда говорим, следите за имиджем, и законом это запрещается, это криминал, скажем. Можете передавать соответствующие органы или вести беседу с медицинскими работниками. Кроме того, более трех миллионов человек, которые сейчас вынуждены обращаются в экстренную медслужбу, оказались вне системы страхования. Но медицина, по мнению руководства Минздрава, требует больше денег. Их надо откуда-то взять. И взять их на данный момент негде, кроме как у самого населения. Поэтому чиновники хотят не выдавать права тем, у кого нет медстраховки. Это предложение, чтобы охватить полностью население, медицинскую полноценную помощь. Также, чтобы, скажем, был какой-то контроль. На сегодняшний день 3,5 миллиона человек вне системы и находятся. По мнению критиков, под видом прогрессивной реформы собрались миллионов казахстанцев деньги. При том, что 35% из всех расходов на здравоохранение граждане и так платят сами. Кроме того, наши налоги идут на медицину. Экстренная помощь оказывается всем гражданам, независимо от того, есть у них страховка или нет. В остальных случаях человек легко может остаться и без медуслуг. Получается, система ОСМС ничем не отличается от действующей модели здравоохранения. Это лишь дополнительный налог, полагает критики системы. И главное, здесь есть коррупционные риски. Ежегодно увеличивается количество нарушений. То есть в прошлом году 3 миллиона. Это ежегодно увеличивается на 20-30%, особенно в прошлом году в два раза. 3 миллиона нарушений, 52 тысячи приписки на 20 миллиардов тенге. И по сути это воровство денег, это коррупция. При этом ФОМС выстроил такую систему, что сами определяют, кто оказывает лечебные услуги. Сами готовят список, сами определяют цену, сами финансируют, сами проверяют и сами наказывают. Это частейшие вожды коррупционная система. Когда сам проверяешь, сам наказываешь, всегда есть желание кого-то наказать больше, кого-то меньше. Демонополизация идет путем оформления дарственной. Об этом на брифинге сообщил глава Минфина Жамаубаев. По его словам, демонополизацией подверглись 13 АО. Ранее сообщалось, что демонополизацией подверглись такие компании, как Казахстан-Темиржолы и Казахтелеком. Назывались фамилии родственника экс-президента Кайрата Сатабалды. Генпрокуратура заявила, что не может обнародовать имена всех людей, владевших активами, а также данные о конкретных счетах, предприятиях или земельных участках, которые были переданы государству, пока идут досудебные расследования. До сих пор названы лишь имена членов семьи бывшего президента Нурсултана Назарбаева, чьи активы вернуло государство. Это Кайрат Сатабалды и Кайрат Борамбаев. Если в настоящее время замороженные активы могут быть возвращены только после судебного разбирательства, то новый закон позволит начать этот процесс еще до суда. Если ответчик не сможет доказать, что он приобрел свои активы законным путем, то имущество будет изъято. В частности, 13 только акционеров общества было путем дарственного оформления передан государству. Также были наличные деньги в долларах, в тенге, я уже тоже озвучивал. По данным Центра по исследованию коррупции ООССРП, экс-президент Казахстана через 4 фонда контролирует активы стоимостью не менее 8 миллиардов долларов. Назарбаев фонд появился в 2009-м. Фонд приобрел Cessna Bank, а также платформу для онлайн-торговли, склады, торговые центры и даже макронную фабрику, отмечается в расследовании. Кроме того, Назарбаев фонд тайно приобрел 24% акций крупного казахстанского мобильного оператора KSL, говорят журналисты. И это еще не все. Фонд Назарбаева купил лайнер Airbus стоимостью более 100 миллионов долларов. В расследовании говорится, что воздушным судном пользуется сам Назарбаев. Среди других активов фонда, по информации расследователей, еще один отель, гольф-клуб, театр балета и несколько СМИ. Но чиновники пока не раскрывают всех данных. Более подробную информацию я вам сказал, что либо через генеральную прокуратуру, либо через правоохранительные органы получить, поскольку там есть определенные конкретные вещи, связанные с тайной следствием. Со средоточением богатства власти и прочих благ в руках узкого круга людей объявлена ключевой проблемой для будущего Казахстана. В странах ОЭСР, на которые равняется Казахстан, вообще не существует понятия естественных монополий, потому что они вредны рыночной экономике, они мешают свободной конкуренции. Монополия получает возможность получать более льготные кредиты, занижать цены поставщикам и завышать покупателям. Более того, они имеют возможность влиять на законодательные и даже судебные решения, используя парламентское лобби и нанимая искушенных в ведении дел адвокатов. Бауржан Шехмет Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. В Западно-Казахстанской области увеличивается количество убийств и покушений на убийства. Об этом сообщили в областном специализированном межрайонном суде по уголовным делам. Несмотря на то, что среди убийц большее количество мужчин, число женщин в этом списке с каждым годом становится все больше. По словам председателя специализированного межрайонного суда, Западно-Казахстанской области Асламбека Тюсингалиева, на рост преступлений, связанных с убийством, влияет сразу несколько факторов. Это злоупотребление алкогольными напитками, наркотическими средствами, семейное неблагополучие и бытовые ссоры. Наблюдается значительное увеличение преступлений против личности на 27% по сравнению с прошлым годом. Это убийство и покушение на убийство. Также наблюдается увеличение преступлений против здоровья населения. Это дела о незаконном обороте наркотических и психотропных веществ. Здесь необходимо также отметить, что по сравнению с прошлым годом, количество дел, связанных с получением взятки в особо крупном размере, это коррупционные преступления, они уменьшились на 50%. К слову, специализированный межрайонный суд по уголовным делам Западно-Казахстанской области за 9 месяцев текущего года поступило 52 уголовных дела на 65 лиц. С участием присяжных заседателей было рассмотрено 6 уголовных дел. Суд с участием присяжных заседателей обеспечивает сближение власти и населения страны, повышает правовой уровень и правовую культуру общества, способствует повышению доверия к суду, отмечает судья Шара Зинулина. 27 декабря 2019 года были внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, согласно которому с 1 января 2023 года подсудность суда с участием присяжных заседателей увеличилась. Уголовные дела об особо тяжких преступлениях могут рассматриваться по ходатайству подсудимого судом с участием присяжных заседателей в составе одного суди и десяти присяжных заседателей. Судья также отмечает, что количество преступлений, совершенных с особой жестокостью, не становится меньше, ведь люди не всегда отдают отчет своим действиям, а произошедшее преступление и наказание за него начинают осознавать только после вынесения приговора. Но тогда уже становится поздно, ведь за преступлением всегда следует наказание. Дана Киримбаева, Булат ЖКПР, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Западно-казахстанская область стала природным очагом геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Об этом сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля. По словам эпидемиологов, в 2023 году в районе Батерейка и городе Уральска было зарегистрировано два случая этого редкого заболевания. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом представляет собой серьёзную угрозу. Это естественное очаговое заболевание, которое характеризуется интоксикацией, лихорадкой, геморрагическим синдромом и поражением почек. Важной информацией становится то, что источником заболевания и резервуаром вируса являются различные виды мышевидных грызунов. В Западно-казахстанской области уже были зарегистрированы случаи данной болезни. На территории Западно-казахстанской области в этом году по итогам 9 месяцев зарегистрировано два случая данного заболевания. Это на территории города Уральск и в районе Батерек. Основными путями передачи является воздушно-пылевой. Это когда при работе с местами, где есть повышенная запылённость, то есть при работе с сеном в полевых условиях, с соломой. Согласно медицинским данным, инкубационный период этого редкого заболевания может длиться от 7 до 46 дней. При этом чаще всего симптомы проявляются в течение 21-25 дней. Основные симптомы геморрагической лихорадки с почечным синдромом включают в себя повышение температуры тела до 39-40 градусов, озноб, головную боль, а также покраснение лица и кожных покровов. На третий или четвёртый день наблюдается снижение температуры тела, сопровождаемое болями в пояснице и животе, появлениями сыпи на теле и поражением почек, что может проявляться уменьшением количества мочи. Основными, конечно, профилактическими мерами у нас является соблюдение мер гигиены в полевых условиях, при работе с сеном, где имеется повышенная запылённость, обязательно использовать маски, респираторы, хранить пищевые продукты обязательно в тарах с закрытой крышкой, чтобы не попадали туда грызуны. Не первый раз область сталкивается с подобной угрозой. В период с 2010 по 2015 годы были зарегистрированы 60 случаев данного заболевания. В 2020 году выявлен один случай. Местные власти и медицинские службы предпринимают активные шаги для контроля и предотвращения дальнейшего распространения болезни. Проводится борьба с грызунами. Специалисты активно выполняют дезинфекционные мероприятия в районах Байтирек, Теректинском, Чингерлауском и Бурлинском, стремясь исключить очаги распространения вируса. В Уральске продолжается работа по благоустройству дворовых территорий и скверов. С помощью программы бюджетнородного участия в городе уже отремонтировано 8 дворовых территорий. К примеру, в скором времени должно завершиться благоустройство одного из скверов. Наш корреспондент передает с места событий. В Уральске благодаря программе бюджетнородного участия строятся скверы, а также дворы. К примеру, сейчас мы находимся в районе детсад. Здесь благоустраивают сквер, который находится вдоль дороги. Здесь установили скамейки, мусорные бачки, а также ограждения вдоль дороги. И вот такие современные LED-фонари. Работа по благоустройству сквера, которая обошлась бюджетом в 15 миллионов тенге, должна завершиться в ближайшие дни. Подрядная организация – тоже «Экпромсервис». Теперь здесь не просто разбитая пешеходная дорожка, старые лавочки и разбитые бачки, а всё как полагается. Современно, красиво и чисто. Система автополива уже установлена, засыпка газона уже произведена работой. Сейчас ведутся именно те ремонтные работы по установке малых архитектурных форм. Помимо этого, ещё реализуются 7 объектов. Это точно такие же объекты и проектные предложения, которые поступили от народа, которые набрали наибольшее количество голосов от жителей. И, соответственно, сейчас ведутся строительные надежные работы. Таких объектов в общей количестве составляет 8. Это на текущий год. Помимо этого, на территории города ведутся работы по благоустройству 24 дворовых территорий. 19 из них находятся в черте города, 5 – в посёлке Деркул. На данный момент во всех дворах завершены бетонные работы. Параллельно ведутся работы по установке опор освещения, которые завершатся до конца текущего года. А вот асфальтирование дорог, дворовой территории, установка спортивных и детских площадок перейдут на следующий год. Так называемый в народе Пентагон, это Назарбаев 244-3-1, 244-3-3. Там полностью работы по укладке резиновой крошки, а также по установке мафа, архитектурной формы законченной. Ведутся работы по установке мафов именно по двору жильства 178-180. Кроме того, в отделе ШКХ сообщили, что с 16 по 30 октября в Уральске будет действовать приём заявок на благоустройство дворовых территорий на 2024 год. Всю подробную информацию можно узнать на официальном сайте городского Акимата. Дана Керимбаева, Эбола Джигапар, Александр Крабарев, телеканал ТТК-42. В октябре начал проваливаться новый асфальт, который уложили во дворе многоэтажек. Теперь жители пишут жалобы и требуют от Акимата переделать некачественную работу. Ведь, как выяснилось, на ремонт дворов в этом году из бюджета выделили порядка 800 миллионов тенге. Лайла Уесова разбиралась в ситуации. Сто дворов планируют отремонтировать в Актубе. Благоустраивают их как в центре города, так и на окраинах, где асфальт давно провалился и люди тонут в грязи во время дождей. Ремонт в самом разгаре, но горожане уже жалуются на некачественную работу подрядчиков. Говорят, что некоторые участки асфальтируют не полностью, а частично. Разве это работа, вот смотрите, дороги три недели всего, все уже нету, дороги уже. В октябре вода будет, мороз ударит, и вот это вот все, вот этот асфальт, оно все просто вылезет, и здесь будет просто огромная-огромная яма опять. В городском отделе ЖКХ, который является заказчиком масштабного ремонта, сообщили, что все недочеты по работе трех подрядчиков, между которыми разделили бюджетные деньги, исправят. До конца года они успеют привести в порядок чуть больше половины придомовых территорий. Ремонт остальных участков продолжат уже весной. В тех дворах, где асфальт начал проваливаться и появились трещины, сделают врезку верхнего слоя и заново заасфальтируют подрядчик. Все недочеты они устранят за свой счет, потому что два года гарантии есть. Если подобный факт повторится, будет снова составлен дефектный акт. В настоящее время ведутся работы по благоустройству дворов в таких районах, как Курмы, Шанхай, Желгородок, а также на улицах Есидбатыра, Тургенева и других. В некоторых дворах также планируется установить новые детские игровые площадки. Всего на эти цели из бюджета выделено больше 800 миллионов тенге. Лайла Осова, Жумат Кудайбергенов, телеканал ТДК 42, Октубия. В Западно-Казахстанской области идет прием заявок на участие в ЖАЗ-Проджект. Проект поддерживает молодых казахстанцев и социально уязвимых групп, финансируя их бизнес-идеи. 25 сентября текущего года стартовал очередной прием заявок. Об этом сообщил на брифинге руководитель отдела по делам молодежи Управления общественного развития Западно-Казахстанской области Мирфата Бесекенов. Цель проекта – создать условия для людей из категории НИД и поддержать их инициативы. Основные требования – возраст от 18 до 35 лет, отсутствие работы. Заявки принимаются онлайн до 30 октября. Всю информацию о проекте можно получить на сайте www.jazzproject.kz. Первый шаг, который необходимо предпринять для подачи заявки – это определиться с идеей своего социального проекта. Зайти на сайт www.jazzproject.com, заполнить анкету и прикрепить документы, подтверждающие соответствие всем условиям и статусу, описать свой проект по форме, составить бюджет и подать заявку на участие в конкурсе малых гарантов. Форум выпускников и попечителей состоялся в Закоту имени Жангирхана. Мероприятие посвятили 60-летию университета. За годы работы вуз стал альмаматор для тысячи студентов. Сегодня учебное заведение готовит специалистов по 17 высшим и 18 послевузовским образовательным программам. Также университет имеет 8 образовательных программ, совместных с зарубежными партнерами таких стран, как Китай, Россия, Узбекистан, Беларусь. Сегодня для всех нас знаменательный день. В этот вуз я поступил в 1993 году, окончил его в 1998. Спасибо преподавателям вуза. Сегодня я работаю в строительной отрасли. Студентам я хочу пожелать максимально приобретать знания. Все полученные знания в любом случае пригодятся. Также желаю студентам воплощения всех идей и планов светлого жизненного пути. Вклад университета в развитие области и государства отметил глава региона Нариман Торигалиев. Диплом Агроуниверситета гарантирует перспективные работы и достойные будущие. Это подтверждает ваши знаменитые успешные выпускники, которые сидят в этом зале. Это успешные управленцы, менеджеры, предприниматели, государственные и общественные деятели и молодые ученые. Сегодня в университете работает 344 представителя профессорско-преподавательского состава. Из них 12 профессоров, 15 докторов наук, 25 доцентов, 70 кандидатов наук. Главная задача вуза – подготовка специалистов, востребованных на рынке труда. Материально-техническая база. Университет располагается более 70 гектаров. Создан компас. Все специалисты, которые специализированы, имеют свое собственное здание. Студенты имеют 100% обеспеченные студенты общежитиями, столовые, спортивный комплекс, медицинский центр. Это все направлено, прежде всего, на подготовку специалистов. В текущем году университет Джангирхана принял свыше 1300 первокурсников. Учебный год начали порядка 4000 студентов. Сегодня за году занимает 18 место среди вузов Казахстана и 23 место среди вузов Центральной Азии. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Одежда ведущим предоставлена магазином Купер. Бутики мужской одежды Купер расположены в торгово-развлекательном комплексе Сити-Центр на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре Азиамол на первом этаже. Тенго Ки-Зет. Оформим микрокредит до 170 тысяч тенге наличными до 25 дней за 170 тенге в день. По адресу улица Курмангазы 167, улица Курмангазы 80, микрорайон Северо-Восток 47, торговый дом Астана, поселок Зачиганск, улица Жангирхана 18, дробь 2. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Оформите микрокредит в Коке, Тенго или Хава на сумму от 20 до 170 тысяч тенге и выиграйте кругосветное путешествие. Розыгрыш призов каждую неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова